ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Князь, Кутерье и Медиум. Представляете? И вот как раз сегодня нам предстоит принять экзамен у этого самого князя, Кутерье и Медиума, а заодно и писателя-сатирика Анатолия Трушкина. Добрый вечер, добрый вечер, Легина. Вы сегодня чудесно выглядите, впрочем, как и всегда. Большое спасибо. Сразу видно, интеллигентный человек. Кстати, как мне к вам теперь обращаться? Ваше сиятельство, князь или ваше высочество? Вы простой человек, Регина, от Земли. Это во многом извиняет вас, но всё же, вот космос мне, Медиуму, говорит, что людская наивность должна иметь какие-то пределы. И десять лет вариться в этой каше и поверить, что я... Что ты князь, да? Что я Кутерье, ну не знаю. Значит, всё набрал, как всегда, да? Ну вот не надо этого жаргона. Присочинил, нафантазировал, заинтриговал тебя. Тогда ваше сиятельство к барьеру. К барьеру. Да, начнём наши игры. Что там? О чём вы мечтаете? О, хороший вопрос для сатирика. Хороший вопрос. Я мечтаю, если честно говорить, найти на помойке миллион долларов. Тут же брошу писать, каждый день буду пить, смотреть телевизор, все мне начнут завидовать, кинуться к помойкам, и в стране станет чище. Там-то ничего не будет, конечно. Конечно, что ты же все доллары оттуда взял. Давай, следующий билет. Вы суеверный человек? Нет. Чуть-чуть-чуть. Так, давай, следующий билет. Следующий, поехали, быстро. Какая черта человеческого характера привлекает вас больше всего? Тогда маленькая предыстория. Внучке в 6 лет мы под Парижем, в знаменитом Диснейленде, толпа разноязычного народа, она отбежала куда-то метров на 20, ко мне подходят трое русских туристов взять автограф, я даю, они отходят, она приближается ко мне, она всё это видела, речи русской не слышала. Она спрашивает, дедушка, тебя здесь знают? И тут я сказал, да. Ну, вроде не солгал, но слухаял. Проходит полгода летом на даче, подходит ко мне её подружка, спрашивает, вас мой дядя знает? Я говорю, ну, если не встречались, так нет. Та говорит, а вот Танечка говорит, что у вас весь мир знает. Это внучка? Да, Танечка, внучка. Та всё это слышит, ей неловко, она нахвасталась, она кричит. Я не говорила весь мир, я сказала, я вовсе Англия знает. Вот так что мы с ней тщеславные и, так сказать, любим прихвастнуть, а вообще в людях мне больше всего нравится скромность. Это самый удивительный писатель. Он самый добрый, самый весёлый, самый хороший. Конечно, это же мой дедушка. Жизнь пошла, все выгадывают, и чужие, и свои. За так никто ничего не сделает. Хоть с женой у меня нормально. Да и то чего-то. Вечером вчера только легли. Только я. Она говорит, 200 рублей. У меня внутри всё так и оборвалось. Как? Так. Деньги вперёд. Я говорю, что вдруг? Сколько лет бесплатно? Она про бесплатно забудь, не та жизнь пошла. Сейчас за что не возьмись, всё дорого. А вчера ещё резко подскочили цены на энергоносители. Я говорю, ну мы же свои. Она говорит, где есть свои, там могут объявиться и чужие. И я умылся. Думаю, вот они рыночные отношения дождались. Ночью она забылась. И со сна рукой. Тогда я в мёртвой тишине, мёртвым голосом, говорю, 340. Мигом с неё сон слетел. Что 340? Долларов. Она улыбается, как перед расстрелом. Чё вдруг доллары? Спрашивает. Когда вещь-то рублёвая? С того, говорю, и доллары, что рубль постоянно падает. В общем, начали торговаться. Я говорю, 300 долларов. Она 5 рублей. Я 200 долларов. Она 5 рублей. Сошлись под утро. Где-то на 5 рублях. А уже вставать пора. Встал, думаю, чё я на бартер-то не пошёл? Видно, побоялся прогадать. Не знаю, куда придём мы все, какие сегодня к вечеру будут цены. Это ещё раз на энергоносители скакнёт. Вообще можно стать инвалидом. Ваше субъективное мнение о себе и ваше объективное мнение о себе. Ну, это сложно. И субъективное, и объективное сразу. Мне это представляется так. Вот когда молодой, красивый, талантливый человек, такой, как я, смотрит в зеркало и видит там сутулого, грустного дедушку. Такого, как... Да, вот, как, ну, кто-то. Больше всего я ценю умение не задавать лишних вопросов. Толя, тогда я всё-таки задам ещё один лишний вопрос. Скажи мне, пожалуйста, а тебе никогда не сниться сон, что ты сдаёшь экзамен? Нет, а чё, каждый день в жизни, собственно, есть экзамен? Ну, а те экзамены, которые были в школе, в институте, вот какой самый страшный был из тех экзаменов? Из тех экзаменов? Ну, наверное, сопромат. Я и до сих пор не знаю ничего, и никогда не знал. Но сдал на четыре как-то. А каким образом? Ну, я начинал... Заболтал, что ли, все? Да, нет, но я начинал всегда с того, что ещё классики марксизм и ленинизм говорили. Это на сопромате? Да. Вот, про сопромат, и, так сказать, им неловко было ставить, да, потому что они как-то задевали классику. Толя, но ведь, по-моему, ты ещё, будучи в институте, занимался в самодеятельности, и главная твоя работа в институте была не сопромата, а именно театр. Да, да, и на дипломе даже, когда пришли, и какие-то профессора изумлялись, им на ухо шептали, что не надо его трогать, он всё равно, так сказать, инженером не будет. Подожди, а в институте разве ты не писал? Или самодеятельность? Ну да, но это была именно самодеятельность для себя, такой между собой, что написали тут же на сцену. Кстати, ты не только писал, а главное, и играл, насколько я знаю. Я играл, меня приглашали в Московский театр миниатюр тогда, но когда я выяснил, что уклад там 90 рублей, а после окончания инженерного меня ждёт 100, то я всё рассчитал хитро и пошёл, значит, в эту... И не стал артистом? Не стал артистом, но, наверное, всё-таки нет, не было заложено, потому что, когда вот уже вернулся я писателем на сцену, и думал, что мне легко это всё дастся, всё-таки был какой-то навык, успех, там, выступали по телевидению, вот это приглашение в театр. Нет, всё это вылетело, значит, это было наносное, так сказать, и я долго ещё волновался, когда выходил, так сказать, микрофоном. Слава богу, что я не пошёл. Почему, слава богу, по-моему? Не, ну, я бы затмел сейчас всех этих винокурьев, Докимов, все наши. Ну зачем? Пусть ребята живут, пользуются популярностью. Алло, дронодром? Кто на пульте? Тайфун? Это барсук. Слушайте, какая погода в Австралии. Ну народ и в чём ходит. Так ни в чём. Вообще не... Ну тогда передайте, чтоб встречали. И начинаю раздеваться. Разделся так до трусов. Они говорят, что это совсем уже, что ли? Я говорю, интересно, я что там, в Австралии пакет, что ли, должен? Я вот хотел вас с ребятами в долю взять, чтоб по миллиону на брата. Вам как лучше, в Австралии без вычетов или здесь с вычетами? И они как неделю репетировали хором, говорят, в Австралии без вычетов. Я говорю, ребятам срочно сюда, ещё четыре дронолёта. Ребята приносят четыре стула с верёвками. Я министерским говорю, слышали, какая погода в Австралии? Ну народ и в чём ходит. А главное, мы одна делегация, и все в одной форме даже не быть. А они по-быстрому начинают раздеваться. Шустро садятся за стулья, хватаются за верёвки. Я говорю, дёргать по команде. Глаза прикрыть левой рукой, чтоб не вылезли от перегрузок. Минут через пятнадцать будем на месте. Приготовились. На старт. Внимание, марш. Ай, все резко, дёрнулись за верёвку, глаза прикрыли левую руку, летят. Летят, минут через пятнадцать открывают глаза. Там же люди в белых халатах. Но мы уже предупредили. Старший санитар говорит, Рады приветствовать вас. В Австралии. Министерские все в трусах, встают, кланяются. Главный министерский говорит, вот ли на дроналётах к вам. Старший санитар говорит, ну, к нам на чём, только не прилетайте. Министерский говорит, мы рады, что к вам попали. Старший санитар говорит, ну, куда же вам ещё, как не к нам. К нам сейчас много ваших попадает. У нас хорошо, сейчас душ примите. Главный министерский говорит, нет, ты сперва контракты заключил. Санитар говорит, это в первую очередь. Но по нашим законам контракты положено подписывать в специальных машинах. Пойдите, пожалуйста, все четверо. Тут они так зазирались, говорят, а вот с нами должен был быть один сумасшедший. Старший санитар говорит, ну, одним сумасшедшим больше, одним меньше. Татас! Фирма «Союз Контракта» желает всем радости, успехов и хорошего настроения. Итак, сегодня у нас в гостях писатель Анатолий Трушкин. И мы продолжаем наш несерьёзный экзамен. Человек, который готов шутить 24 часа в сутки. Кстати, Толя, а вот можешь ли ты, взглянув на человека, тут же определить, есть ли у него чувство юмора или нет? Ну, не тут же, а чуть погодя, скажем, надо взять у него в долг большую сумму и какое-то время не отдавать. Если он начнёт волноваться, значит, у него чувства юмора нет. Хорошо, что предупредил. Да. Ну, хорошо. Давай займёмся нашим экзаменом. Ещё вот сколько билетов-то. Много билетов, да. Что такое вдохновение? Ну, это состояние, когда обо всём забываешь, что-то вроде склероза. Ну, я надеюсь, вдохновение ещё к тебе не пришло? Ну, что я иногда их путаю. Видишь, я запнулся. Значит, это был склероз. А я думала вдохновение. Сейчас поверим. О чём вы жалеете? Ну, я жалею о том, что мало любил людей, которые уже ушли из жизни. Вообще, любви должно быть больше к людям, и больше к тебе её вернётся. Одна маленькая история. Много лет назад на одном же дорожном вокзале в каком-то городе ко мне подходит человек, говорит, что его обворовали, просит. Ну, в переводе на сегодняшние деньги, где-то 25 тысяч рублей. Лицо честное, вроде открытое, виноватая. Я дал. Значит, лет через 7 или 8 на Казанском вокзале в Москве ко мне подскакивает уже немножко обрюзгший, лысоватый человек. Этот человек? Благодарит за то, что я выручил его в Воронеже и отдаёт 50 тысяч. Вот так отдал 25, получил 50. И он тут же убегает, у него поезд отходит, и когда поезд уже скрылся, я вспомнил, что я выручил человека не в Воронеже, а в Калуге. Зойк, Иван Никуиферыч помер. Господи, царствие небесное, когда же? Так я не знаю. Я тебя спрашиваю. Вспомнил тут давно, что-то Ивана Никуиферыч не видать. Помер он, что ли? Погоди, погоди, какой Иван Никуиферыч? Здорово живёшь. Совсем что-то плохая стала. Да какой Иван Никуиферыч-то? С Чуйского тракта. Песник он, что ли? Кто у нас с Чуйского? Ником ли Лёшкин? Который Лёшка? Теть Дуни Лёшка. А который Теть Дуни-то? Стрелочница. Это рельс-то у нас откуда? Картошку нам всё помогал сажать. А Лёшка сын ей родной. Мы с последней станцией работал. Так он утонул же. Когда? В прошлом году. Кум утонул. Лёшка сам. Лёшка, я знаю, я думал, ты про кума. А Тетки Просковьи Лёшка. У него кто кум? Тетки Просковьи Бабмашины? Да. Твоей Бабмаши или моей? Твоей. Моей бабмаши Просковьи в Хабаровске за прапорщиком. Сапоги-то у нас с портянками откуда? У них двое ребят, Танечка, в третьем классе и Вовик в шестом. Никакого Лёшки нету. Ни сего уж сама не знаешь чё. Вовик в шестом. Уж он армию служил. Сиди армия, тётя Катя, сын отслужил Владик. А тот Вовик? А тот Вовик. Уж он женился на Лиде, дядя Серёжевна. В шестом классе. Я про Владика. У нас всех один про прапрадед. Ну, умер он что ли? Давно уж, лет сто. Как мы что? Лет пять же с ним вот здесь выпивали. Про кого ты спрашиваешь? Про деда нашего общего? Да печку нам кто клал. Степан Иванович, который развалилась печка? Нет, который развалился, я сам клал. А потом-то. Рыжий такой, с головы до коленков. Аж на пятках у его конопатиной. Ваша родня-то. Ваша. А у вас все косопузы. Куда тебя понесло-то? Про чё говорим-то? При вами кихаются. О-о-о, вспомнил. Как же, как же. Нет, не вспомнил. А зелёнки, ведро целое, у нас пятый год стоит. Откуда вы? Поле подарил дядя Витина, медсестра. А у них кто муж? Виктор. Ну, Виктору же я помогал погреб-то копать, когда он ногу сломал. Это Сергей. Брат мужа невестки дядь Мишинова. Он нам помогал копать, когда у тебя рука отнялась. А Виктор нам крышу стелить помогал. Несчастье тогда тоже случилось. Сорвался он со стропил. Самогон весь разлил. А печку кто же клал? С Чуйского тракта-то кто у нас? Никто вроде бы. Ну, как никто? Рассказывай мне. Валь, тетя Ленин. Шурин Женьки из Маснева. А Женька через Веркут жену свою. Славки доводится кем-то? К какому Славке? Кудиловскому. Почтарю, ваша родня-то рыжая. Почтарь, ваша родня-то сапузы. К нам он ни с какого боку. А что же брат тогда его гостил у нас неделю целую, лет семь назад? Это же брат его был, Славкин. Почем я знаю, ты принимал? Ну, я думал, ваша родня. Еще чего? Кого ж мы принимали-то? Вот он, наверное, и есть Иван Никифорович. О, будет тебе, что попало-то. Что, я Иван Никифорович не помню. Ну, кто он, твой Иван Никифорович? Кто? Да, кто он? Кто? Все. Иди. Пристало. Кто, кто? Иван Никифорович. И все. Родня-чья-то. Не бойся, вспомнишь давно. Не видать все. Актуаля, я вижу, что ты на нашем экзамене чувствуешь себя весьма уверенно. А вот интересно, на настоящих экзаменах ты тоже никогда не волновался? Нет, ну как же, когда я твердо знал материал, я всегда волновался. А вот когда я не знал ничего, я уверенно нес какую-то ахинею, и иногда это выручало, потому что нахальство второй части. Толя, скажи, пожалуйста, а помнишь ли ты, когда ты получил в своей жизни первую двойку? Очень отчетливо. Это было во втором классе, был диктант, и я в слове «мытищи» сделал три орфографических ошибки. Какие? Не знаю. И вот я сейчас пытаюсь восстановить этот вариант, но как я ухитрился, не могу себе, так сказать, отгадать. Там всего шесть букв. Ну вообще, я так понимаю, что для писателя орфография – это не самое главное. Да нет, 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 редакторы они подправят. Но самое главное, что ты самокритичен. Какие у вас отношения с налоговой инспекцией? Правду говорить, да? Попробуй. Ну, это нельзя назвать любовью. Это не страсть, не дружба. Скорее всего, это ситуация, когда мы оба находимся на нудистском пляже. Я голый, налоговая инспекция голая. Вот мы так посматриваем друг на друга, вроде бы отдыхаем, но оба насторожены. Это не у вас вчера завалили банкирчика? Нет, и что, откуда? У нас кто? Депутаты, владельцы ресторанов, магазинов, казино. Банкирчиков нету. Если только под ранок забежал? Вряд ли. А чиновники у вас водятся? Есть. Раньше пугливые были, а сейчас из рук берут. Да ты что? Ей-богу, люди кругом, они не боятся ничего, берут хоть бы что им. Из рук, из рук прямо. Сколько не дай, всё возьмут. А у вас разве не водятся чиновники? Не, у нас политики больше. Столько развелось их. Ужас. В том году весь урожай сожрали. Мы их на аплодисменты ловим. Хлопнешь в ладоши, и вот он, он выскочил уже откуда-нибудь. И давай петь. До того красиво поют. Такие трели выводят. Дрю-дрю-дрю, та-та-та-та-та-та. И дрю-дрю-дрю-дрю. Да ты что? Ей-богу. И дрю-дрю-дрю. И дрю-дрю-дрю. Да хоть как. Про зарплату может спеть. Про жильё, про пенсии. Стоишь, думаешь, ведь тебя убивать пора. А сам заслушался. Ну ничего, бог не выдаст. Скоро уж пойдём на депутатов. Рано. Что они? Только приступили. Ещё не набрали ничего. Навара не будет. И с ними сейчас тоже умаешься. А что такое? Следы перестали оставлять. Как перестали? Как? Вот депутат, вот деньги. Все смотрят в упор. Вот депутат, вот деньги. Никто глаз не сводит. Вот депутат, вот деньги. Ну, вот депутат. Дальше что? Всё, денег нет уже. Да ты что? Ей-богу. Твою мать-то. А одного депутата стали травить, он на их бросился. Они давай палить. А у него пули от олба скакивают. Такие пули, такой лоб. А так у нас водятся челноки, бомжи, нищие эти, которые совсем уж... О, память-то. Врачи, инженеры, учителя. На их никто не охотится. Да, на что они? Для забавы есть ли. И то, какая охота? У нас они прямо на огород забегают. Морковка там, картошка. Лопатой слёпнул его по башке, и вся охота. Да, что они еле ноги носят. Значит, это не у вас вчера банкирчика завалили? Нет, и что, одни разговоры. Не та охота стала, не та. Наш экзамен, к сожалению, подходит к концу, заканчивается. Поэтому... К сожалению, слава богу. Для тебя, да? Ну да, вам надо. Я надеюсь, что для зрителей, к сожалению. Ну, и по традиции, два последних вопроса. Один вопрос мой, один от зрителей. Сначала вопрос от зрителей. От зрителей. Да. Кто у вас будет брать автографы на необитаемом острове? Ну, вот это как раз простой вопрос. Люди же играют в шахмату сами с собой, да? Вот я тоже подскочу к себе с одной стороны, скажу, сподобал же Господь увидеть Трушкина. Замечательный юморист, мой любимый писатель. Дайте автографы. Дайте автограф. Потом забегу с другой стороны, скажу, надоели вы мне с этими автографами, замучили этой славой, но все равно автограф дам. Хорошо. Давай-ка мы все-таки нарушим наши правила и посмотрим, что ж осталось здесь. Вот действительно, нарушена не придумаешь. Ваши слабости. Честно говорю, падок на лесть. Мне легко убедить в том, что я самый талантливый, самый умный, самый красивый, что у меня нет слабости и что я безразличен к лесте. Нетрудно убедить, да? Мгновенно я на это подойду. Ну, тогда мой вопрос. А вопрос такой. Ваше сиятельство. Расскажите, пожалуйста, историю происхождения, вашей фамилии, вашего рода. Фамилия Трушкин состоит из нескольких частей, которые говорит каждый за себя. Тррр – это трезвый, У – это умный, Ша – это шутка, и Кин – это кинжал, наши кинжальные шутки. Но все вместе означает утренний цветок. Вот, а род наш, род наш, в общем-то, мы все из Рязани. Мама сирота в Рязанской деревне Собакина, Михайловского района Рязанской губернии. А дедушка с бабушкой по отцу, тоже рязанские крестьяне, так что я весь рязанский крестьянин. Ну, что ж, ваше сиятельство, тогда позвольте мне поблагодарить вас за участие в нашей программе и пожелать вам, о, дорогой наш утренний цветок, круглый год благоухать самыми веселыми, самыми неожиданными юмористическими рассказами. Спасибо вам огромное. До новых встреч, дорогие друзья. Субтитры создавал DimaTorzok